Вой сирен, пожарные и спасатели. К Уфимскому универмагу прибыли экстренные службы города. На первом этаже произошло возгорание, но причин для опасений нет. Это всего лишь учение. Как разворачивались события, следила наша съемочная группа. На место происшествия одна за другой прибывают машины экстренных служб. Всего 20 единиц техники и 50 человек. Огнеборцы и спасатели готовят снаряжение и заходят в горящее здание. Кто-то через дверь, а кто-то по выдвижной автолестнице. К их приезду администрация универмага успела вывести на улицу всех посетителей и свой персонал. Администрация сообщает о возникновении возгорания здания. Здесь проверяется от начала возникновения условного пожара и до полного завершения. Значит, проверены действия персонала, сработка системы оповещения и умение обслуживания персонала максимально быстро, оперативно эвакуировать посетителей и обслуживающих персонала. По легенде, на первом этаже происходит возгорание и огонь стремительно распространяется, представляя серьезную угрозу для людей. Без пострадавших не обошлось. Пока пожарные занимались ликвидацией очага возгорания, спасатели искали и эвакуировали людей, оставшихся в здании. Было обнаружено и эвакуировано три условного пострадавших. Один с подвала, один со второй этажа и третий был эвакуирован с помощью опининского снаряжения с крыши. Рядом с универмагом развернут оперативный штаб, передвижная медицинская станция и пункт оказания психологической помощи. Впервые за время учения задействованы психологи службы спасения. Их основная задача – помочь человеку выйти из шокового состояния и вернуть его в прежнее русло жизни. Часто бывает, что мы отпускаем пострадавших, а он в этих переживаниях остается очень долго. И боится обратиться в какие-то кризисные центры, считая, что там работают только с психами. Если, не дай бог, у него в последующей жизни он окажется в данной ситуации, у него и тот опыт негативный наложится, плюс этот, и будет взрыв. Вывести потом его из этого состояния будет гораздо сложнее, нежели изначально. Напомню, что недавно в крупном московском торговом центре при пожаре пострадали 18 человек. Поэтому такие учения необходимо проводить, чтобы избежать повторения подобной ситуации и на территории Уфы.